Слово имеет представитель Соединенного Королевства. Пожалуйста. Спасибо, господин председатель. Соединенное Королевство проголосовало за данный проект резолюции, учитывая важное значение для того, чтобы поддержать Советы Бедоопасности, Минские договоренности от 15 сентября этого года и 12 февраля этого года. Эти соглашения должны быть выполнены в полном объеме, в соответствии с голосованными сроками, для того, чтобы обеспечить прочное урегулирование кризиса в Восточной Украине. Более 5,5 тысяч человек погибло в этом конфликте, более миллиона стали перемещены милициями, и стороны должны воспользоваться этой возможностью для движения мира. Мы приветствуем интенсивные усилия дипломатические, которые привели нас к принятию этой резолюции. Соглашения достигались и ранее. В этот раз мы хотели бы, чтобы эти соглашения были переведены на язык конкретных действий, чтобы обязательства были выполнены. Прекращение огня держится уже 2,5 года. ОБСЕ сообщает о том, что в большей части территории Донбасса оно соблюдается, однако напряженные бои продолжаются в районе Дебальцево. Идут уличные бои, и тяжелые обстрелы приводят к десяткам раненых и убитых. Это грубое нарушение. Соглашение о прекращении огня вызывает серьезные заботчинности, можно подорвать минские договоренности в целом. Бои в Дебальцево должны быть прекращены, а задержанные и взятые в плен солдаты должны стать объектом гуманного отношения. Заявление о том, что прекращение огня непременности в Дебальцево совершенно неверны. И вызывает серьезную озабоченность. Это факт, что миссия по наблюдению ОБСЕ не получила доступ к этому городу. Заявление для прессы, которое было только что огласовано в Совете, поясняет нашу совместную озабоченность по пути ситуации в Дебальцево и требует обеспечить доступ к наблюдателю ОБСЕ. Господин председатель, действия сторон в Дебальцево – это не есть действия тех, кто заинтересован в мире. Мы напоминаем о том, как Россия действовала в сентябре, и мы призываем Россию, используя влияние для того, чтобы остановить нападение на этот голод и выполнять свои обязательства. Важно, чтобы обязательства соблюдались полностью и применялись на все территории Восточной Украины. Но соглашение о прекращении огня – это лишь первое из обязательств, которые предусматриваются Минскими договоренностями. Мы также ожидаем, что тяжелые вооружения будут выведены обеими сторонами в течение нескольких недель для того, чтобы создать эффективное действие в чужой безопасности. Минские договоренности четко поясняют, что данный процесс должен быть обеспечен, он должен контролироваться и проверяться ОБСЕ. Я рада констатировать, что в мессию по мониторингу Украина направила свой план вывода. Мы хотели бы, чтобы сепаратисты продемонстрировали ту же самую приверженность к Минскому пакету договоренностей. Одновременно мы хотели бы, чтобы был достигнут прогресс в плане преднеместных выборов под принятой законодательством в специальном статусе, и чтобы было обеспечено распределение гуманитарной помощи на основе международных механизмов, господин председатель. Резолюция, которую мы только приняли сегодня, подтверждает. Резолюция 2166 по поводу сбитого малайзийского самолета рейса MH17. Совет медопасности потребовал, чтобы те, кто несет за эту ответственность, предстали перед законом, чтобы все государства участвовали в выявлении виновных. Хочу пояснить вам, что амнистия, предусматриваясь с минскими договоренностями, не распространяется на тех, кто несет ответственность на совершение тяжкого преступления. Господин председатель, наш совет должен внимательно изучить осуществление минских договоренностей, и чтобы не повторилась ситуация, которая имела место в прошлой осень. Мы хотели бы, чтобы призываем России выполнить обязательства, которые она дала. И Россия обещала выполнять эти договоренности на самом высоком уровне. Это должно подтверждаться в действиях на местах. Мы также призываем Россию использовать свое безусловное влияние на сепаратистов, для того, чтобы они выполняли свои обязательства в полном объеме. До тех пор, пока таких действий не последует, международное сообщество должно оказывать давление на Россию и на ее пособников. Совет должен играть свою роль в полном объеме для того, чтобы сделать так, чтобы обеспечить полное осуществление, с тем, чтобы было в основном стабильнее, чтобы гарантирована суверенитет, независимость, единство и территориальная целостность Украины. Это должно включать в себя регулярные мероприятия по проверке и выполнению соглашений и готовность принимать дальнейшие шаги в том случае, если оно осуществляться не будет. И, наконец, господин председатель, вы, наверное, помните о том, что данный кризис начался с незаконной аннексией России к Крыму. Сейчас, когда приближается первая годовщина этого события, мы не должны сделать так, чтобы события Восточной Украины заслоняли грубые нарушения России в положении устава ООН при еще аннексии Крыма. Спасибо. Я благодарю представителей Союзного Куролевства.